30 семей, которые потеряли своих родных и 92 пострадавших в результате вооруженного конфликта на границе в Баткенской области, получили материальную помощь. Из бюджета выплачено около 35 миллионов сомов. Данным решением единовременная материальная помощь установлена семьям погибших граждан в размере миллион сомов, гражданам, получившим тяжкие телесные повреждения при наличии заключения судебно-медицинской экспертизы в количестве 100 тысяч сомов, гражданам с легкими травмами, а также с легкими травмами, кратковременными нарушениями здоровья, обращающимися за медицинской помощью и на стационарное и амбулаторное лечение в организациях здравоохранения, с заключением судебно-медицинской экспертизы в размере 50 тысяч сомов. В настоящее время ведется работа по реализации данного постановления. И сегодня получили помощь 122 человека. Кроме того, разработан законопроект об установлении дополнительного ежемесячного социального пособия для семей погибших и пострадавшим гражданам. Это можно сказать, что по предварительным расчетам на выплату дополнительного единовременного социального пособия в размере 3700 сомов в месяц для 75 человек. Вы знаете, что в этих событиях многие граждане наши получили ранения, возможно, у них будут приобретены инвалидности. Также остались 44 ребенка полусиротами, которые тоже нуждаются в дополнительном социальном пособии. Законопроект был направлен для этого. Все работы по восстановлению домов для жителей и социальные объекты будут восстановлены до начала холодов, заверила замминистра. Отставания от графика нет. Кроме того, на местах была организована работа по распределению гуманитарной помощи пострадавшим гражданам. Наши граждане Кыргызстана активно приняли участие, оказывали помощь, отправляли в денежном выражении деньги. Было собрано 2021 тонн гуманитарного груза и 1900 гуманитарного груза на сегодня розданы и остаток составляет 118 тонн. Школы также будут готовы принять учащихся в новом учебном году, сообщила Саутунбекова. Напомним, в результате вооруженной агрессии Таджикистана, которая началась 28 апреля, сожжены и разрушены 136 домов и 84 объекта, в том числе школа, детский сад, ФАП и другие. Надежда Усова, Чингис Джумагула, ФАЛАТО, 24.